добрый день когда началась история что можно считать началом человеческой истории сегодня мы поговорим о одной из древнейших цивилизаций возможно и древнейшей цивилизации на нашей планете о шумеро-аккадских временах о месопотамии месопотамии 4 3 тысячелетий до нашей эры есть две разные концепции касательно начала истории первая связана с советской исторической наукой с цепцией исторического материализма согласно которой история история это объективный постижимый процесс закономерный и он проходит в своем развитии несколько этапов стадий больших формаций традиционная концепция которую хотя и критикуют тем не менее можно до сих пор защищать с некоторыми уточнениями касательно числа формаций и содержания этих этапов стадии развития человеческого общества в целом и так с точки зрения исторического материализма первобытность это начало истории первобытно общественный строй первобытно общинный строй или первобытный строй это первая ступень развития человеческого общества и соответственно начало истории классической советской концепции которую в частности отстаивал академик Василий Васильевич Струва дальше шла эпоха рабовладения тем феодальная формация феодализм капитализм затем предполагалось строение коммунизма рабовладение феодализм и капитализм относились к классовым обществом а первобытность к доклассовым соответственно история древнего востока в классической советской науке считалась первой ступенью истории классовых обществ первой ступенью рабовладельческой формации западной науке есть несколько других подходов они могут по-разному называться восходить к разным традициям гельянству учению философа гегеля к позитивизму эволюционизму но в общем там логика такая что история начинается с возникновения письменности история это то что записано это то что отражено в источниках письменных источниках не в памятниках материальной культуры а именно в письменных документах соответственно первая ступень человеческой истории это будет древний восток да собственно и появилась и государственность но если кто-нибудь из вас захочет в этом убедиться лично может открыть лекции по философии истории того же гегеля и там первая ступень это китай хотя хотя в дальнейшем стало ясно что более древние цивилизации возникли на ближнем востоке и если посмотреть на слайд то там обложка книжки сэмюэла ной крамера американского историка которая так и называется history begins at summer соответственно история начинается в шумере в предпосылке возникновения письменности и цивилизации вообще и письменности цивилизации появились не на пустом месте не просто так у любого явления в мире есть некая причина группа причин письменность возникла для того чтобы учитывать данные по хозяйству хозяйственно вести хозяйственную отчетность вот и возникла эта письменность только тогда когда стали производить достаточное количество товаров чтобы их вообще учитывать и товары подвергались достаточно простому учету они были однотипны и их можно было фиксировать и так предпосылкой возникновения именно цивилизации нужно считать переход к производящему хозяйству не к присваивающему присваивающее хозяйство виде охоты и собирательства господствовала в первобытном обществе переход к производящему хозяйству перевод переход к земледелию и животноводству это есть важнейшее условие для возникновения цивилизации потому что теперь человек сам стал производить те продукты которые он потребляет пищу не просто заимствовать их готовом виде у природы а сам производить выращивать зерно и разводить скот еще один важный момент это потребность в управлении водными и сельскохозяйственными ресурсами дело в том что цивилизации возникли в долинах великих рек там где плодородные почвы и бороться с паводками подчас очень бурными требовалось достаточно целенаправленно потребовались условия для ирригации орошения отдельных территорий и для мелиорации то есть осушение участков которые были заболочены но могли дать большой урожай более того в условиях паводка воду нужно было отводить от человеческих жилищ и полей чтобы вода просто не смыла все что посадили а в общем это свидетельствует о том что когда человечество перешло к земледелию ему потребовались некие дополнительные навыки земледелие вызвало к жизни и ирригационные навыки и мелиорацию ну и еще один момент это необходимость создание запасов печи на длительное время дело в том что наблюдения многолетние многовековые даже много тысячелетние наблюдения за природы показали что созревают урожай далеко не за одну минуту не за одну секунду требуется время и вот на срок между урожаями нужно обязательно иметь какие-то запасы это расчет понятно что кто-то этот расчет должен был осуществлять в том числе за это наверное заплатили и ценой человеческой жизни и думаю не одной здесь у нас с вами схема схема материков с указанием центров древнего земледелия где они появились но нас сегодня будет интересовать древнейший центр плодородный полумесяц плодородный полумесяц где собственно и возникло первое земледельческое хозяйство в далеких в далеких уже от нас веках это официально 9 тысяч лет до нашей эры или 11 тысяч лет назад там примерно там примерно в этот период на плодородном полумесяце частично восточной территории турции восточная часть полуострова малой азии армянская нагорье переходящие в горы за грозы спускающиеся к западным границам ирана в общем на этой территории в горных районах и были осуществлены первые шаги по созданию производящего хозяйства а именно тут был осуществлен переход к земледелию к вращиванию двух основных злаков ячменя и пшеницы и так перед нами ячмень перед нами ячмень в египетских иероглифах как шуме и акации записывали знак ячменя мы увидим чуть позднее вот дальше дальше это соответственно пшеница в том числе полба или третикум спельта третикум спельта вот она тот самый злак который в общем был самым простым пшеница двузернянка двузернянка и ее ел еще если вы помните известный персонаж сказки пушкина балда ей же мне давай вареную полбу так неолитическая революция неолитическая революция это переход к производящему хозяйству неолит новый каменный век именно для производства зерновых для выращивания зерновых пришлось вести сначала полу оседлый а потом просто оседлый образ жизни соответственно стали появляться постоянные многолетние поселения некоторые из них некоторые из них раскопаны археологами это в частности и ерихон и читал хью юг поселение еще шестого тысячелетия до нашей эры для хранения зерна стали использовать гончарную гончарное производство гончарную посуду из глины глины обжигать ее в дальнейшем успехе по обжигу глины привели к изобретению фарфора и так перед нами древние каменные серпы еще некоторые каменные шлифованные орудия свидетельствующие о неолите как раз раскопки ерихон и памятники которые были найдены найдены там древние сосуды классическая концепция трех веков была предложена уже очень давно еще в девятнадцатом веке крестьянам юргенсон томпсону датским археологом он предложил с точки зрения господствующего металла выделить три века каменный бронзовый железный в дальнейшем промежуточный этап между каменным и бронзовым веком стали называть медно и медным или медно каменным веком inolit а ну соответственно каменный век стали подразделять на древний каменный век поле и лит средний каменный век мезалит и новый каменный век неолит это очень услугное деление но до сих пор в ходу поскольку она позволяет зафиксировать господствующий материал для изготовления орудий труда и оружия. И, соответственно, когда начался неолит, постепенно осуществился переход к производству все более совершенных каменных орудий. В общем, неолит – это эпоха наиболее совершенных каменных орудий труда. Дальше орудия совершенствовались, началась металлургия бронзы, ну а в дальнейшем, соответственно, и железо. Правда, мы с вами сегодня до железного века не доберемся. Так, распространение бронзы. Бронза распространялась из причерноморских областей. Дело в том, что бронза – это сплав меди и олова. На карте вы можете увидеть зеленые точечки, они означают месторождение меди, а синие – месторождение олова. Только не путайте месторождение олова с озерами, крупными озерами, в частности, на территории Малой Азии и Армянском Нагорье. Озера – это совершенно другое. В общем, олова в мире довольно мало, и, соответственно, доставлять его нужно с определенными сложностями из удаленных районов. Поэтому бронза страшно дорогая. И долгое время бронза сосуществовала с камнем в плане материалов для изготовления орудий труда. Это, собственно, остатки бронзовых орудий. Что касается Древнего Двуречия, страны в нижнем течении рек Тигр и Ефрат на территории современного Ирака. Что об этой стране мы знаем? Во-первых, я хотел бы порекомендовать литературу, которую можно прочитать на русском языке. Это книга «Рамара. История начинается в Шумере». И это книга про и том «История Древнего Востока. Рождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабо-владельческой цивилизации». Про и том под редакцией Игоря Михайловича Дьяконова, нашего отечественника. Древняя Двуречия – очень плодородная земля, которая дала несколько исторических эпох. Мы с вами сейчас увидим на слайде краткую периодизацию, протописьменный период, середина 4-го тысячелетия до н.э., до 29-го века до н.э. Дальше ранний династический период, время городов-государств шумерских, эпоха шумеров. Дальше царство Аккадей или династии Сарганидов, первого единого государства Месопотамии. Потом 22-й век до н.э. – период раздробленности. И третья династьюра эпоха централизированного бюрократического государства. Так, вот у нас слайд, который показывает, собственно, шумер Аккад. Это древняя Двуречия, очень плодородные земли. Бурные реки и тигры, и фрат внесли воду, которую можно было, в принципе, использовать для поливов. Шумеры часто строили каналы, отводя их от крупных рек, их речушек и притоков. Скорость течения была такой, что создать единую ирригационную сеть не удавалось в течение многих столетий. Тигр оставался, в общем, достаточно свободным, и его не пытались хоть как-то обуздать до первого тысячелетия до н.э. Но, как бы то ни было, в этих условиях именно плодородие земли толкало сюда людей. Если бы не высокие урожаи, действительно высокие урожаи, чтобы не быть голословным, средняя пропорция – это 1 к 36. Одно зерно бросили, 36 зерен собрали. Для сравнения, на территории России, на территории Восточноевропейской равнины, у нас все было гораздо хуже. У нас урожай сам-2 – это норма, сам-3 – очень хорошо, а сам-4 – это просто какой-то подарок богов. Ну вот, в Месопотамии было все гораздо больше, гораздо больше уже в древние времена, даже без железных орудий труда. Да, там были сложности. Там палящее солнце, там проблема с питьевой водой, там много змеи и скорпионов, но урожайность такая, что она окупает все опасности. Иначе там цивилизация бы просто появиться не могла. На слайде вы видите изображение древних людей, ну и их представление о богах и чудовищах. Если посмотрите внимательно, то увидите достаточно типовые бороды. Бороды были накладными, обычно брились и срезали волосы максимально, поскольку в то время с ушами бороться было крайне сложно. Это действительно печаль, и если мы говорим о древних цивилизациях, нужно помнить, что они отнюдь не отличались чистотой. Ну, в нашем смысле уж точно, там гигиена была совершенно другая. Снизу клинописная табличка, которая демонстрирует знаки клинописного письма, которые использовали шумеры. Они, собственно, его и создали, а затем у них заимствовали все это акации. Шумерский язык до сих пор однозначно не удалось атрибутировать. Есть популярная концепция, что он связан с тибетским, правда, между ними несколько тысяч лет разницы. Я не уверен, что это все стопроцентно доказано. Как бы то ни было, шумерский язык нужно признать уникальным, занимающим особую нишу в древнем мире. Что касается акастского языка, во всех его разновидностях, то это один из семитских языков. То есть он родственен современному ивриту и арабскому литературному языку. Теперь, что касается основных достижений древнего шумера. Мы их перечислим просто вначале. Это письменность, безусловно. Дело в том, что при помощи письменности удается передавать опыт потомкам и фиксировать его на материальном носителе, а не держать в голове. Иными словами, письменность – это важнейшая подпорка человеческого интеллекта вместе с техникой. Техника еще важнее. Без письменности с техникой тоже будет все очень грустно, потому что только письменность позволяет понять, как с теми или иными приборами подчас работать и как они устроены. Дальше. Следующее достижение древнего шумера. Это плановый организованный труд больших коллективов. Для строительства любого канала требовались усилия многих людей. Холы. Холы для обучения письменности. Для того, чтобы овладеть клинописью, нужно много учиться. И, собственно, благодаря школам мы знаем пословицы и поговорки древних шумеров. Да, есть сейчас очень популярная концепция. Ее, в частности, очень часто придерживается, подчеркивает, развивает Владимир Владимирович Емельянов, наш санкт-петербургский коллега, о том, что мышление шумеров было совершенно уникальным. С этим спорить я не буду. Мышление действительно было уникальным. Но поскольку шумеры – люди, все-таки многое мы с ними имеем общего. Иначе просто невозможно говорить о них, как о людях. Их пословицы и поговорки свидетельствуют о том, что мы не сильно друг от друга отличаемся, на самом-то деле. В первую очередь, почему? Какие пословицы и поговорки об этом говорят? Увернулся от дикого быка, натолкнулся на дикую корову. Это то же самое, что русская из огня да в полыме. Или он еще не поймал лисицу, а уж делает для нее колодку. Это что? Это делит шкуру неубитого медведя. Или хорошо одетому – всюду рады, по одежке встречают. Иными словами, параллелей очень много. Ну, там есть и более веселые пословицы и поговорки. Счастье в сердце у невесты, горечь в сердце у жениха. Кто не содержал жены и ребенка, кто-то не носил кольца в ноздрях. Как быку вставляют в ноздри кольцо, чтобы вести за собой. То есть шумеры были, в общем, вполне прагматичными ребятами. Иначе бы они не создали школу, не научились управлять водными потоками. Именно шумеры составили карту звездного неба, составили карту зодиака. Заметив, как двигается солнце по небу, дали название. Практически все наши названия созвездий восходят в итоге к шумерским оригиналам. Не все, но практически многие. Как раз у Владимира Владимировича Емельянова есть книга по этому поводу, очень хорошая и подробная. И 60-ти речная система счисления, которую мы до сих пор применяем для счета времени. 60 минут в часе, 60 секунд в минуте – это все 60-ти речная система счисления, которую первыми использовали именно древние шумеры. А зачем им были наблюдения за звездами? Для того, чтобы найти порядок в мире. Вообще мир – это система, в которой очень много повторяемости. Повторяемости, на основе которых и существует наука. Наука ищет повторяемости. И вот шумеры занимались тем же самым. Почему? Потому что движение звезд, движение светил по небу, позволяло им предсказывать и считать время, соответственно, рассчитывать урожай, соединять это все с имеющимися запасами и строить хоть какие-то планы, осуществлять планирование деятельности на хоть какой-то приемлемый срок. Без наблюдений, без системы учета времени невозможно никакое рациональное планирование. А какие были у них в то время механизмы для счета времени? Только природные явления. Теперь перед нами клинопись. Мы как раз с вами можем посмотреть на вторую снизу строчку. Там знак ячменя, знак колоса, значение ячмень. В шумере это читалось как «Щ». Так вот, клинопись приобрела совершенно особую заметную форму по той причине, что писали на глине. На глине, а потом эти таблички глиняные обжигали. Обожженная глиняная табличка не меняется, ее можно разбить, но стереть с нее что-то крайне сложно. По сырой глине очень трудно проводить кружки, рисовать кружки на глине. Гораздо проще рисовать палочки и прямые линии. И вот, соответственно, палочки или какие-то их пересечения. Именно поэтому из рисунчатого письма, с которого обычно начинается любая письменность, от рисунчатого письма постепенно перешли к клинописным знакам. А эти знаки имели не только смысловое значение. Рисунчатое письмо начинается с того, что перед нами смысловое значение. А дальше идут, дальше придумали использовать слоговое значение данного знака. Ну, в частности, если мы берем тот же самый знак «ше» или «шеу» для ячменя, то мы можем писать и о ячмене, использовать этот знак для передачи любого слова, в котором будет встречаться данный звук. Ну, собственно, примерно так и поступали шумеры. А вот для того, чтобы разобраться, какой именно вариант значения выбрать, в конкретном случае, шумеры придумали детерминативы, то есть показатели класса слов и предметов. Детерминативы. Мы до сих пор все пользуемся детерминативом параграфа, например. Знак параграфа не имеет никакого отношения к тому, как он читается. Он просто обозначает знак параграфа. Или номер. Ну, номер чуть больше похож на букву «Н», с которой это слово начинается. А вот детерминатив долларового значка, все обозначения евро условные – это классический пример детерминативов до сих пор в нашем с вами употреблении. Что касается основных центров двуречия, ну, насчитывается примерно 13 крупных центров древнего шумера, которые существовали уже в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Это Ишнуна, Сип, Пракиш, Нипур, Шурупак, Урук, Ларса, Ур, Эреду, Ума и Лагаш. В каждом из этих центров были свои божества-покровители. Дело в том, что при помощи божества-покровителя жители этих городов мыслили собственное единство. Им нужно было иметь какое-то божество, относительно которого они себя осознавали. Они могли говорить, что мы сыны общины такой-то, мы дети Киши или мы дети того же самого Забабы. Вот это все нормальное обозначение для того времени. Что касается важнейших божеств, которых прочитали во всем, в шумере это Анну или Ан, бог неба, это Энлиль, бог ветра, Энки, бог подземных вод, и Инанна, по-аккадски Иштр, богиня полдородия, войны и плоской любви. Ну, Иштр потом прочитали и в Римской империи, римские легионеры. Хотя, конечно, в некоторых вариациях с изменением значений и внешнего вида. Перед нами изображение Инанны и Иштр. Если вы внимательно на них посмотрите, то вы обнаружите четкое выделение половых органов, поскольку плодородие – это важнейшая функция древних божеств, и у Инанны эти признаки выступают в достаточно гипертрофированной форме. При этом она достаточно жесткая богиня. Ее ноги, как вы можете убедиться на правом верхнем слайде, это ноги львицы, ступни львицы. Это свидетельство того, что богиня обладает достаточно суровым нравом, и ее лучше умилостивить, а не просто почитать или знать о ее существовании. Вообще, шумерская и аккадская религии предполагали множество ритуалов для того, чтобы умилостивить богов, каждый из которых был непрост по характеру. Энлиль пытался уничтожить человечество, Энки пытался его как-то человечество спасти, но при этом Энки изобрел старость, болезни и смерти. В общем, молодец. Дальше. Это изображение нескольких богов, связанных с небосклоном, с светилами, в частности, Шамаш – солнце, Нанна или Син – бог луны или полумесяца, и Нанна – богиня Венеры, утренней и вечерней звезды. Дело в том, что Венера утром и вечером появляется на небосклоне, достаточно яркая, соответственно, это тоже одно из светил, которое пользовалось популярностью в древности. Дальше. В 28-м году до нашей эры начался ранний династический период, в ходе которого но мы боролись за гегемонию. Первым городом-гегемоном Говоричи стал город Киш в 28-м веке до нашей эры. В 27-м веке Лугаль Урука, Гильгамеш или Бильгамес по-шумерски бросил Кишу вызов. Старейшины города Урука были готовы подчиниться Кишу без битвы, но Гильгамеш предложил молодежи, молодым ребятам, повоевать. Они его поддержали, Киш был разбит и отброшен, и Гильгамеш получил статус царя. Да, Лугаль вообще дословно это большой человек, но потом это стал титул царский. Одержав победу над Кишем, Гильгамеш устроил поход за драгоценным деревом, за ливанским кедром, при этом построил стены Урука, защитил дополнительно город и превратился в эпического героя Месопотамии. Считается, что Гильгамеш – это не просто легендарная фигура. Гильгамеш – это человек, который боролся за бессмертие, за бессмертие в древних трактатах, в том числе в шумерских. Потом в Вавилонии во втором тысячелетии был составлен величественный эпост о Гильгамеше, переведенный на русский язык Игорем Михайловичем Дьяконовым. Итак, что касается Урукогины, вот еще один важный персонаж – это 24 век Доношера, это завершение уже последние столетия раннединастического периода. Урукогина, царь Лагаша, был первым преобразователем. Это табличка времен его царствования. Он провел первые, верно, известные реформы. Реформа попытался навести порядок. Боролся со злоупотреблениями, с коррупцией, с тем, что отнимают имущество у слабых людей, у простолюдинов, что чиновники облагают их поборами в свою пользу, которые государством не санкционированы. Урукогина издал несколько законов против грабежа, воровства и убийства. Это не отдельный кодекс, это просто некоторые распоряжения, чего делать не нужно. И как будем наказывать за такие деяния. И все было бы, может быть, и хорошо, если бы Урукогина не столкнулся с очень крупным и сильным противником. Речь идет о Саргоне Древнем. Саргоне Древнем создал единое государство в Месопотамии, единое шумеро-аккадское царство. Это изображение, которое вы видите на слайде, иногда считается изображением Саргона Древнего. В принципе, Саргон, на самом деле, титул. Шарумкен, истинный царь на Аккадском. 24 век до н.э. Саргон Древний имел доступ к зарослям Иса, из которого он сумел вооружить своего войска нормальными луками. Профессиональное войско Саргона насчитывало 5400 единообразно вооруженных воинов. 5400 воинов, естественно, содержались за государственный счет. А раз они содержались за государственный счет, это означает, чтобы там были достаточные запасы, которые позволяли данное войско прокормить. И это войско, разумеется, не могло стоять без дела, его нужно было использовать. И Саргон сумел победить Месопотамию. Он сумел объединить примерно 50 тогдашних городов-государств, я вам назвал 13 самых крупных, были и другие, но вот эти примерно 50 номов были объединены под властью единого монарха, единого правителя. Сам он был незнатного происхождения, но это ему не помешало. Столица его находилась в городе Аккаде, которую долгое время считали неизвестной, где находившейся. Ну, на карте вы иногда можете найти, но уверенности в том, что это именно то место, которое было на самом деле, пока нет. Для управления Саргон стал назначать городоправителей. И вот тут вот важная деталь. Дело в том, что и Киш, и Урук при Гильгамеше, и последующие гегемоны ранней династической эпохи не занимались смещением местных правителей. Они довольствовались данью и признанием своего верховенства. А вот Саргон древний стал смещать правителей и назначать своих чиновников для управления территорией. Он стал назначать своих людей на должности энси, жрец-строитель дословно. Он вел единую систему меры весов для того, чтобы собирать налоги для себя и кормить свою армию, поддерживать свою армию и своих чиновников. Его дети были жертвой восстаний, и Римуш, и Маништушу. Дальше пришел к власти уже в 23 веке до нашей эры Нарамсуэна Каски или Нарамсин. Здесь показан царь Нарамсуэн на стеле в рогатой тиаре. Его уподобляют быку, символу плодородия, мощному животному. Он побивает врагов, он топчет их, он подавил мельтежи, которые привели к гибели его отца Маништушу. И был первым в истории Месопотамии, кто открыто прогласил себя богом. До этого в Месопотамии богами себя не называли монархи. На Рамсуэне был заключен первый международный договор, который дошел до нашей дни. Это договор царства Акадес с Эламом. Давайте еще раз посмотрим на карту, где находятся Акад и Шумер, мы знаем. Элам находится в долинах реки Археи Карун. Это территория Ирана уже нынешнего. Элам обязывался согласовывать внешнюю и военную политику с Акадским царем, то есть с Нарамсуэном, а при этом сохранял во внутренних делах полную независимость. И это понятно. В тех условиях какой-либо серьезный контроль над такими удаленными территориями был возможен только в случае личного присутствия царя с войском на данных территориях. Но это создавало угрозу восстаний в основной части державы. Поэтому приходилось идти на компромисс. На то, что люди будут жить сами по себе фактически, но какие-то действия будут согласовывать с верховным правителем. Итак, дальше эпоха Третьей династии Ура. Между Шумер-Акадским царством Нарамсуэном и Третьей династией Ура лежит 22 век до н.э., в ходе которого Шумер-Акадское царство было разрушено пришедшими с гор Гутиями или Кутиями. Их очень часто сами Шумеры и Акадцы называли варварами. Считали, что это змей-гор, который похитил царственность Ура или Урука. Но вместе с тем это столетие позволило возвыситься новому городу Уру при правителе Утухенгале, который, осматривая канал, утонул. И все лавры и власть над едиными спотами достались его помощнику, а, возможно, и человеку, который как-то способствовал уходу из жизни этого самого Утухенгале, человеку по имени Урнаму. Он правил примерно с 2112 по 2093 год до н.э. Дальше было несколько правителей. Шульги, сын Урнаму, Амарсуэн, Шусуэн и Иббисуэн. Последний правитель третьей династии Уры, Ибисуэн, который не сумел отстоять страну от нашествия амареев, не сумел ликвидировать голод. В стране, возникшей из-за того, что амареи обошли все укрепления, вообще была выстроена стена вдоль западных границ Месопотамии с тем, чтобы не пустить амареев. Но они поднялись вверх по течению Ефрата, нашли место для переправы и обогнули Месопотамию с противоположной стороны, там, где стены никакой не было. Короче, просто обошли укрепления, чтобы их не штурмовать. Ну а потом, перерезав каналы, они, естественно, прекратили подвоз продовольствия в Ур, а Ур находится в низовьях Ефрата, и без продовольствия там начался голод. Ибисуэн попросил своего помощника Ишбиэру привезти зерно в город, дал ему денег, тот поехал за хлебом, собрал хлеб и свез его в малоизвестный город Иссин и произвластил себя царем. Ну а без еды и денег, ибисуэн был вынужден просто сдаться. Ишбиэра стал правителем Иссина. Ну, на слайде вы видите зекураты, которые строили в то время Месопотамии, ну и процессии, связанные с богами, с царями, вручение или знакомство с царем, вручение даров царю. Вот, это у нас города эпохи третьей династии Ура, достаточно много их, в том числе те, которые нам известны. Вот Ур в самом правом углу карты, нижнем, и предполагаемое место Ак-Каде под Сипором напротив верхнем левом углу. Что касается особенностей эпохи третьей династии Ура, была осуществлена тотальная централизация управления, количество чиновников колоссально, фиксировалось все, выдача двух куропаток для ужина царицы, выдача дохлой туши барана собакам, учет каждого участка поля по нескольким измерениям и несколькими разными людьми. Один чиновник считает урожайность, условно говоря, по вертикали, другой по горизонтали, ну, если начертить схему поля. То есть система централизации фантастическая. Выдача вот этой туши барана фиксируется начальником склада, получателем, контролером, ревизором, там куча печати должна быть собрана, ну, как у нас сейчас оформление всех бумаг. То есть бюрократия не меняется с времен Шумера. Дальше. Классальная власть чиновников, разумеется, получавших пайки от государства. Чиновники очень радовались такому положению, была даже сочинена история о том, что давай, мол, сын чиновника учись в восхвалении писца, тогда тебе дадут еду, и ты не будешь под палящим солнцем работать. Представление о том, чтобы быть чиновником, это круто, это вот третья династия Ура зафиксировала очень четко. Дальше. Единая система меры весов, естественно, при едином управлении должно быть единообразие. И в этом первый свод законов, именно свод законов, в этом своде законов идеология царской власти. Урнаму правит, потому что он хороший, потому что он поддерживает справедливость, он защищает беднайков от богачей. За правонарушение в законах предполагается денежный штраф, ну, нет какое-то количество сиклей серебра или мин. Рабство присутствует в третьей династии Ура, разумеется. Можем увидеть цилиндрическую печать времен третьей династии Ура. Там сидит царь Урнаму, божество представляет одного из вельмож, а надпись гласит следующее. Урнаму, могучий герой, царь Ура, хашхамер, энси города Ишкурсин, его слуга. Хашхамер – это слуга, слуга Урнаму. В данном случае это энси, это правитель города. Это гирев полмины, дошедший до наших дней, и годовой бухгалтерский отчет времен третьей династии Ура. Вообще все, как написаны источники, там примерно треть этих источников – это то, что дошло до наших дней, именно от третьей династии Ура. Что касается общих итогов. За четвертое-третье тысячелетия в Месопотамии возникла цивилизация. А что такое цивилизация? Это сложное классовое городское общество. Сложное, потому что в нем множество социальных групп, в нем высокое разделение труда, для того, чтобы строить декураты, для того, чтобы делать печати, обрабатывать землю, плавать или ходить походами в тот же Элам. Есть сведения о торговцах с Милухой, а Милуха – это, по мнению многих, западная часть Индии, район долины Инда. Но для всего этого требуется большое разделение труда. Были рабочие отряды, гуруши, молотцов и нгеми, рабынь, которых просто перебрасывали с места на место для разных вещей. Сегодня они землю обрабатывают, дальше они, допустим, будут овечек стричь, потом шерсть делать, красить ее. Ну, в общем, масса профессий, масса обязанностей. Действительно, это сложное общество. Ну, что касается классового его характера, несомненно, есть управляющие и управляемые. Две крупные группы классовые. Чиновничество и военные, которые получают от государства на делы, сами они их не обрабатывают, живут за счет того, что их снабжают пайками или едой, и работают на них зависимые ребята. Ну, раньше тот же Струва считал, что гуруши, нгеми – это рабы. Сейчас не все согласны с этим определением. Вопрос не в том, как их назвать, а вопрос в том, что они изменить положение дел не могли. Они находились в зависимости от чиновников. Полной, полной зависимости. Это письменное общество было в Месопотамии. Городское, городское. Уже к Третьей династии уже точно совершенно можно говорить о том, что есть городские поселения, есть сельские небольшие. В городских поселениях и храмы, и жречество, и празднества, и ремесла, и склады. А деревенские поселения гораздо беднее. Ну, а политическая форма государства, то есть система организованной власти, система администрации, имеющая монополию на применение насилия. Это все тоже было, поскольку как иначе держать в повиновении такое количество людей, не очень понятно. Они, конечно, могли видеть в этом религиозный долг перед богами, но даже видя религиозный долг перед богами, следует понимать, что религиозный долг перед божеством нужно всегда поддерживать страхом серьезного, посеустороннего наказания здесь. Иначе это не работает. Итак, возникновение Месопотамии, письменность, школы, государство, бюрократизм – это все наследие того времени. Мы с вами до сих пор живем отчасти в мире, созданном шумерами и их наследниками-аккациями. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Спасибо за внимание.